всем здарова ребят ну что у нас есть последние новости с тайваньского форума по поводу обновления и сейчас мы с вами будем очень громко и долго ржать судя по описанию сути потому что я уже увидел завтра 17 числа будет обновление на 4 часа 800 самов дадут в общем поехали почему сразу же 1 потому что выходит судя по всему опять два героя первый новый герой навык дракона знаю летающий не летающий навык кулака каждый каждый непонятно сколько секунд будет наносить урон окружающим вражеским героем уничтожать энергию то есть он будет делать забор энергии в принципе это интересно создает область с центром в себе с максимум вражеских целей хотела длиться в течение в общем непонятно охлаждение это кул даун когда герой покинет корта это короче перевод гоблинский перевод увеличить его собственную силу атаки скорость атаки уменьшает урон понесенный на x в общем будет увеличивать себе силу атаку скорость атаки по сути баффер и уменьшать урон когда здоровье меньше становится меньше x вы поняли что за x он будет увеличивать атаку ну такое скорость атаки уменьшение длительность восстановления жизни еще и будет себя где-то там восстанавливать ну что я могу сказать интересно новый герой ладно поехали дальше новый герой 2 умение зеркальное сердце имя навыки игры души описания наносит урон каждый из ближайших вражеских целей то есть он был бит по цели снижает силу атаки тоже добавь в то же время будет непобедим то есть у него будет не уяз в принципе интересно интересно во время охлаждения эффект иммунитета молчания будет иметь иммунитет к молчанке быстрое восстановление энергии быстрый набор тоже неплохо игнорирует верхний предел урона то есть кроме босса интересного него по ходу будет встроенное ограничение судя по всему так это интересно интересно в общем первый будет неплохой баффер для себя конечно же судя по всему скорость атаки силы сила атаки ну и это все будет в зависимости от того как его будут пробивает 2 по сути дебаффер который будет иметь ограничение выстраиваем восстановление в принципе неплохо дальше самое самое веселое у нас будет ребят все дальше новый талант забавить баненный щит короче какой-то у нас будет щит зончик где наш музончик я уже думал у нас музончик закончился по сути это просто пиздец одним словом уменьшает получаемый урон на какой-то процент случайно при атаке безводный x вражеские герои молчание накидывает по ходу молчанку на героя то есть блин это с одной стороны реально очень круто будет если этот талант реально будет так работать уменьшает уменьшать урон при атаке и блокировать вокруг вражеских героев то есть это по сути молчанка это просто жопа ну не то что жопа это просто кайф будет особенно и блемой поставить такое поставить на дав плюс такая эмблема и например на том же самом зефиде на той же самой фреи можно будет сделать просто мега офигенный героев которые будут просто тупо блочить все вокруг ну а ютюджи по моему выше всяких похвал новый талант который просто приведет игру в очередную жопу будет он блокировать ну посмотрим неизвестно конечно как но если эта блочка эта молчанка то это все просто ставится маскировка плюс такой талант на зефира там например ну посмотрим конечно же но это будет жопа всем огненным защитам полностью всему придется все перекачивать потому что но опять же становится бессмысленным в общем посмотрим какие будут статистики но это реально пипец но то с чего я ржу самое интересное это питомец и имя супер питомца лев хуэйши и крылатый лев пестрый ну хуэйши это еще более-менее перевод нормальный новый по сути супер пэт и не один я вам показывал картинку это просто печаль два новых супер пэта я сейчас постараюсь прочитать правильно так первые когда герой подвергается на нападение то есть когда будут вашего героя атаковать уэйши впрыскивает на x секунд вражеским героем вы поняли короче о чем речь его некий то что он делает уже говорит само за себя за время существования льва уэйзи уменьшает урон нанесенный всем ближайшим дружественным героем то есть это по сути будет обалденный дафный питомец вопрос это будет супер пэт или обычный потому я не знаю скорее всего что это будет супер пэта супер патов качает сериальная гемор даже для доната короче печали печаль полная следующее так второй питомец уже вошло в правило два героя два питомца умение летучий мыши джентльмен короче летущая мыши джентльмен будет летать москвичи в костюмчике восстанавливать здоровье питомца для юнита в общем будет такой же как и сова для юнитов судя по всему с нами шаг дура увеличивает скорость атаки не знаю не знаю к чему это будет или это если для юнитов то это срань полная можно на это забросить нового лифта лишь и это самая самая тема будет потому что тут только само название уже чего стоит в общем ребят не знаю посмотрим так что у нас еще интересного есть но скорее всего да для юнита он будет добавлен привилегированный магазин то есть новый вип-магазин у нас будет для того чтобы тратить бабосики на эту срань я думаю что там будет просто расходники которые кому-то не хватает можно будет их купить вопрос за сколько и сколько их будет но по сути это это опять же полная хрень мне очередное доказательство того что игра будет просто уходить еще дальше в донат мод героя вот это я не знаю что то такое мод героя герой дальше видите она что-то не перевело это посмотрим добавить лонжерон 10 уровня это скорее всего лонжерон это буду добавлено 10 эмблема ну чё могу сказать поздравляю дожились посмотрим сколько они будут стоить но по сути надо будет до 3 нища красных камней чтобы это сделать но 10 эмблема это реально будет тем особенно для без донатов так посмотрим возможно это из кино новому для героев так увеличен вот самое самое еще говнисто это то что будут уже не 10 эскины а 20 поэтому кто сливал с кинете красавчики у меня снова по узке но вроде хватает я никогда их не сливал то есть будут дальнейшие прокачки усиление героев просто просто кайф ребят просто на восьмом что-то у нас добавили скорее всего это а добавлена волна к нам x к счастью уже прошли отжать значит будем завтра пробовать фармить а к так оптимизация функции супер питомца не знаю что это означает новая версия экспедиции в общем будет величины и сложности по поводу экспедиции сокровища это мы тоже посмотрим оптимизация руин пустыни монстры превращается в волну то есть это волны будут улучшены так регулировать ему все то ли альянса добавить персональные награды за вклад короче дополнительные плюхи будут судя по всему гильдейские магазины заслуженные добавлены реквизиты но будут скорее всего заслуженные магазины добавлен реквизиты ваших карточек с которых будет списываться бабло на новые магазины регулировка вознаграждений награды короче очень кучи всякой сране добавили переменуйте резиновый колпачок в 21 символ хорошо хоть не в 21 сантиметр переменуйте резиновый колпачок 21 символ то есть китайская 7 слов ну прив переводят конечно угарно оригинальный тренировочный уровень сотый может быть оснащен девятым уровнем джон короче для того чтобы одеть десятую эмблему надо 98 просвет почнуть плюс 2 колпачка то есть плюс 2 героя 110 уже будет плюс 10 к вместимости принципе все ну что могу сказать плюс два героя плюс новый талант по сути им балансный плюс хуейши хуейши мегаимбовый питомец плюс летучая мы ждем тримены и тут становится понятно плюс 10 эмблемы плюс 20 скины и новая волна которую я хрен его знает как мы будем фармить завтра посмотрим добавлена куча новых наград бонусных вау все напишут это же круто это все срань реального не просто убивает с каждым новой все больше игру два новые героя уже два новых питомца это полная срань в общем пишите в коментах что вы думаете по этому поводу но это просто дичь как по мне никаких изменений по поводу локаций самой механики нету добавлены просто плюшки типа чтобы мы от них отебались вот и все так по сути просто дальнейшее убийство непонятно на что еще интересно будет донатный будет ли один герой или нет вот это тоже интересно в общем пишите коменты ставьте лайки ждите завтра кучу видосов как обычно всем удачи всем пока